Всем привет! Сегодня история подписчицы. Сейчас я зачитаю письмо и мы с вами дадим комментарии. Добрый день! Очень интересует ваш канал о познавательных целях, о людях и психологии. Хотела бы услышать ваше мнение по поводу ситуации. Я работала на курорте, со мной работали турки. Так случилось, что мне понравился один старше меня примерно на 17 лет. Свой возраст писать не буду. Но я еще достаточно молода. Понравился мне он не сразу. Но я хорошо помню легкие проявления его внимания ко мне сначала. Потом, когда начала интересоваться, я начала интересоваться, и он не проявлял внимания. У него есть ребенок. Мне трудно было прощаться с ним, но хочу уточнить, что я не планирую свою жизнь с турецким мужчиной. Просто, судя по своему характеру, я хотела бы заполучить его внимание и провести хоть немного времени. Потому что я тогда же говорила с ним мало тогда. Когда я приехала домой, это ощущение незавершенности меня не бросало, и я добавила его в друзья. Он первый начал мне писать, через некоторое время я ему тогда написала, что очень любила его. И он об этом не знал тогда. Потом как-то так случилось, что начал много писать, что любит меня. Любил тоже тогда, когда мы работали, что хочет назвать меня своей женой. Но я сразу говорила, что у нас нет будущего, и что мы общаемся. Это просто хорошо, просто общение. Она писала, что если есть кто-то, то это преграда в нашем общении. Он сказал, что нет, и по-моему, он разведен. То есть, по-моему, но не точно. Может быть, это и врать его. Нифига он не разведен. Скорее всего, так и есть. Общение, мое письмо, не имело бы смысла, если бы мы не встретились снова в будущем. Он точно будет работать в этом же отеле, и я тоже в следующем сезоне. Иногда мы пишем друг другу, как сильно ждем встречи. И я понимаю, что это для меня развлечение. Но у меня действительно остались чувства к нему. И я не знаю, чего именно хочу от него. Я долго боялась в ответ ему писать, что люблю его, потому что боюсь что-то обещать. Ну, вы не любите, потому вам и страшно об этом было писать. Сейчас я расскажу. Я же понимаю, что он хочет от меня в первую очередь. Иногда у меня есть ощущение, что я делаю что-то неправильно. Какое-то чувство вины, ну, потому что вы его чувствами играете. Изначально у вас нет к нему симпатии, поэтому у вас и чувство вины бессознательное есть на подкорочке. Когда общаюсь с ним, я боюсь, чтобы он не сделал мне ничего плохого именно тогда, когда мы встретимся. Я ему за это не говорю, хотя он называет меня своей крошкой. Говорит, что иногда никогда не расстроит меня. Также говорил, что я самый дорогой его актив. Я не знаю, что он вкладывает в это слово. Ну да, пока он вложил, то что-то маловато. Переписки только все, весь его актив. Посоветит ли что-нибудь, как относиться к этому общению легко? Вопрос. Разрывать общение немного боюсь, хотя сначала я переживала за это. Сейчас я даже буду рада, если мы мирно перестанем общаться. С чем может быть связан страх, что он сделает что-то мне плохое? Он показался нормальным, я бы даже сказала, самим нормальным из всех работников мужчин. Я хочу с ним встретиться, но я боюсь не угодить ему. И в этом есть страх, что из-за этого он сделает что-то плохое мне. Я хочу всегда быть удобной для всех. И я знаю, что это неправильно. Ну здесь однозначно вопрос отношений турка, не турка и так далее. Здесь проблема чисто психологическая, ваша личная. Сейчас немножко вам поясню, я расскажу вам, что с вами происходит. Что с этим делать? На самом деле вам надо идти к психологу и решать свою проблему. На месте этого турка и таких подобных взаимоотношений может быть любой мужчина рядом с вами, на работе, в вашей стране, хоть где. Это просто так сложилась. Проблема, естественно, в вас. Во-первых, вы не знаете, что такое любовь. Определение этого слова. И либо оно у вас, ну отчасти, назовем немножко неправильное, да, нездоровое чувство любви. Потому что вы ему сказали, я его, в письме пишите, я его любила. А тут же я ему боялась писать о том, что у меня есть чувство. Он начал об этом первым писать и так далее. В самом деле, весь корень проблемы вы четко указали в самых первых нескольких строчках. Он мне не нужен. У меня азарт его завоевать, получить. Мы с ним мало общались, получить то, чего у меня нет. Он мне на самом деле, это в этом есть весь корень, да. Это не только он, если вы поанализируете прошлые свои какие-то отношения с мальчиками, там даже раннего более возраста, сказали мне не очень много лет. Но, короче говоря, суть такая, что это определенная добыча. И в ваших отношениях это уже было. У вас есть какая-то психотравма, скорее всего, не одна в вашем прошлом. Обратите внимание на кто вас воспитывал, папа, либо отчим. Отчим, этот мужчина, этот, от этого идет история. Может быть, у вас какие-то травмы были в образе мужчины. Травма, может быть, какого-то воздействия насилия сексуального в детстве или что-то в этом роде. И как у вас вообще с самооценкой, посмотрите. Потому что подобное поведение мужчину-трофеи просто завоевать, просто получить априори женатого, скорее всего, как вы чувствуете. У него есть ребенок, 17 лет. Это все преграды для того, чтобы не быть моим и не быть со мной, чтобы отношения были трудными. Меня это и тянет к нему. На самом деле за всем этим часто очень стоит повышение самооценки, когда мужчина или женщина могут быть трофеями в отношениях. Вот этот интерес меня к нему тянет. Мне кажется, что, возможно, даже я его люблю, потому что он на расстоянии, далеко. Вот расстояние, вы не просто так ему начали писать. Вот это ощущение недоступности и безопасности в том числе. И он мне стал интересен, потому что он далеко, безопасен и недоступен. Вообще у нас ничего быть не может. И мне вот эта тяга к недоступности, это на самом деле, когда я этот трофей получаю, моя самооценка растет. Вот это механизм психики для поднятия самооценки. Но это не способ. Это временный. Вы тем самым, у вас уже в жизни, почему вам страшно, у вас уже в жизни был подобный опыт. Ну, с другим мальчиком, в школе, в институте или еще где-то. И вы за это получали негативную отдачу. Вы боитесь мужчин, кстати, у вас вот про насилие. Вам пришлось отвечать за свои поступки. То есть это та девочка, это проблема как бы вашей личной. Есть такие девочки, у которых травмы, психотравмы с отношениями, скорее всего, пережертвуя какого-либо сексуального насилия, либо домогательства с детства, либо школьный возраст и так далее. Которые внутри, они боятся мужчин. И подобное поведение, девочки, которые виляют хвостом, но они еще не умеют общаться, флиртовать, у них вот эта энергия идет. Но как что делать, ими не занимаются там мамы, родители ничего не рассказывают. У них есть сексуальность, но они не знают, как ее, скажем так, применять. И из-за какой-то психотравмы, либо насилия, они внутри боятся мужчин. И такие девочки мужчин соблазняют. Мужчин очень часто любят постарше. А когда доходит, ей нравится сам процесс добычи, повышение своей самооценки. Что она что-то может, что она взрослая, что она может манипулировать желаниями мужчины. А когда доходит до какой-то близости контакта, отношений или еще чего-то, она пытается включить сразу заднюю, убежать, испариться. Потому что она дальше не умеет, не знает. И это была не ее цель отношения, секс или контакт с этим мужчиной. Потому что ей нужен был процесс для поднятия самооценки. Она этого добилась. И по факту, когда какой-то спрос до какого-то результата логического для взрослых людей доходит, девочка убегает. И такое поведение девочки, в кавычках, оно может быть у взрослых женщин. Она всегда так доводит до определенной точки отношения, а потом сама с них пытается заскочить. И раз от раза у нее бывает воздействие мужчин. Мужчины могут быть злыми, негодование, агрессировать, еще что-то на нее как-то нападать или еще. В общем, она понимает, что я задела его эго или еще что-то. Киданула, по сути, мужика, поиграла с его чувствами. И так как вы знаете, что вы это сейчас делаете, поэтому у вас есть чувство вины. Вы на самом деле бессознательны, вы не понимаете мозгами, но внутри ощущениями у вас чувство безопасности, самосохранения, инстинктов. Вы чувствуете, что так делать не надо. Потому что у вас в нему нет любови. Это не настоящая любовь, как я и сказала. Вы не знаете, что такое любовь. На самом-то деле, если у вас это определение раскапывать, оно может быть придумано кем-то, чем-то. Но не мое истинное мнение о том, что такое любовь. Вы не чувствовали ее никогда, скорее всего. Поэтому вы не знаете, что это такое Вы знаете, как там, например, флиртовать с мужчинами Доводить их до чего-то Разводить на отношения или ещё на что-то А что дальше с ним делать, вы не знаете У вас, в принципе, блок на слово «любовь», «отношения» Вам это не самоцель, вам процесс нужен И вот вы сейчас боитесь Вы хотите уже готовы спрыгнуть с отношений Но залезли глубоко, и мужик Иностранец С горячей кровью А вам ехать потом летом работать Вы уже предвкушение, ваш страх Это вы боитесь того, что у вас будет какое-то воздействие Ваш страх к мужчинам повторится Он уже был, он уже сформирован Поэтому у вас внутри вот эта тревога Чувство страха Возбуждённое состояние Я бы уже готова по-мирному расстаться Но возьмите и расстаньтесь по-мирному Кто вам не даёт? Перестаньте играть с человеком И идите, пожалуйста, к психологу На его месте может быть любой другой мужчина Они уже на его месте были Но более, может быть, в лайтовой форме Как и ваши ровесники Мальчик в институте Сосед какой-нибудь и так далее Или даже мужчины постарше Уже тоже в подобной схеме участвовали Вы всегда будете под своим страхом Вы будете бояться мужиков На самом деле это жертва, скорее всего, сексуального насилия Я к этому выводу прихожу С низкой самооценкой Но для людей, например, вокруг Вы можете быть симпатичной, ухоженной девушкой Проявлять свою самооценку Как высокую Позиционировать себя такой девушкой И ни у кого все будут думать Что у вас у нас всё в порядке С самооценкой Вы, может, сами так о себя и расцениваете Но я напомню Я на курсе своём про самооценку Я говорила девочкам Многие же меня продолжают смотреть Спасибо вам Я напомню всем, кто был на курсе А кто не был, я вам просто скажу Низкую самооценку проявляет не только Как запуганный, зашуганный, забитый человек С низкой самооценкой Не принимающих решения, не рискуяющей А агрессивное своё поведение Чересчур трансляция себя Как сильного социально устойчивого человека Который в коллективе очень часто нападает на новенького Который первый хочет задавить Проявить типа а-ля силу и так далее Чтобы его боялись Вот эти люди, они на самом деле Мотивируются тоже низкой самооценкой И лучшая защита на падение Эта фраза про них Такие люди пытаются больше запугать себя Собою Быть более агрессивными Знаете, очень видно в программе Есть пацанка От пацанки до понянки Ну, в общем, про трудных подростков Они очень агрессивны Сразу дерутся, матерятся Бьют и так далее Это всё от низкой самооценки Недолюбленность Они проявляют себя агрессивно Очень сильно Нападают на людей и так далее Чтобы на самом деле Показывая тем самым Как в животном мире Ко мне не подходите Я псих Не знаю, что с собой сделаю На вас накинусь И тогда вам опасность от меня На самом деле Не защищает свою низкую самооценку Потому что если с ними По-доброму, по-нормальному На ровном тоне разговаривать Они могут расплакаться У них очень быстро Вскроются проблемные точки С родителями, семьёй С алкоголем Всей этой историей Они травмированы Как правило Люди с психотравмой Они так себя ведут Они защищают свою психотравму Чтобы в ней не копаться Это тоже Низкая самооценка И уровень низкий Но проявляется Многие скажут Да нет, у него высокая самооценка Смотрите, какой он активный Нападающий И там На самом деле Это защита Чтобы свою самооценку Защита тех людей Которые не умеют Повышать вообще Свою самооценку Есть люди Есть люди Которые пристраиваются У них потребность Они там находят Свою семью Брак и так далее Для повышения Своей самооценки Кто-то через детей своих Замещается Их успехи И так далее Ну короче говоря Есть такие люди Которые Они ещё Как правило Не умеют Свою самооценку Сами восстанавливать Или потребности Своей самооценки Закрывать Через что-то Кого-то Потребности Поэтому они агрессивны Они не разрешают Нападать на себя Пугают заранее людей Потому что Если на них нападут Их растопчат И унизят Что было скорее всего Раньше уже в их опыте Они не умеют И не знают Как свою самооценку Потом из этого Растоптанного состояния Когда тебя обидели Занизили Как её поднимать Самостоятельно Они не умеют Поэтому они очень Агрессивно нападают Сразу В общем Кто был в подобных Ситуациях Или узнал себя Пишите обязательно Конечно в комментариях Об этом Жду ваших сообщений Подписывайтесь на канал Мне очень приятно Будет ваша активность В теме письма Если вы У меня всегда В инфобоксе Оставляю свою почту В теме письма Вы можете написать Консультация Я отвечу на ваши вопросы Если вам нужна Моя индивидуальная Консультация Как психолога Если вы тоже Просто хотите Написать вашу историю Для публикации Такого разбора В видео Ответа вам Чтобы все это тоже послушали Может какие-то вам советы Комментарии написали То в теме письма Пишите историю от анонима Подписывайтесь на канал И распространяйте видео Мне это очень приятно Ваша активность На канале очень нужна Спасибо за внимание Всем пока